Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Вот наступило лето совсем недавно, и вопрос такой, что меняется летом на фондовом рынке, что будет происходить с валютой, может быть, есть какие-то сезонные изменения? Сезонные изменения, безусловно, есть. Единственное, что летом они происходят и в меньшей степени, скажем так, они слабо выражены. Может быть, где-то в конце июля, в начале августа бывают определенные затишки, когда действительно начинается сезон отпусков как у рядовых граждан, так и у крупных предпринимателей, у политиков, в конце концов. Вот. Но этот период затишки, он 2-3 недели максимум. Все остальное время происходят определенные движения, котировки ценных бумаг не стоят на месте. Вот. Ну, серьезные какие-то изменения национальных валют, все-таки по историческим, скажем так, данным, они сосредоточены ближе к концу лета. А именно, после 10 августа в нашей стране очень часто происходят какие-то значимые события. То есть, затишье заканчивается. Очень часто не очень хорошее. Да, к сожалению, август у нас, да, неоднократно был замечен за какими-то, ну, неоднозначными событиями, как в политике, так и в международных отношениях, вот, так и в экономике, конечно. Вот. Ну, опять-таки, на данный момент у нас негативных ожиданий нет. Вот. Скажем так, более или менее стабильная ситуация на рынке энергоносителей, она определенным образом успокаивает нас. То есть, нефть стоит в коридоре 50-60 долларов. Мы к этому привыкли. Рубль, соответствующим образом, у нас скорректировался еще зимой. То есть, приблизился к отметке вот 50, даже к 60 доходил. Бюджет наш сбалансирован. И мы уже период адаптации к существующим условиям уже прошли. То есть, сейчас участники экономических процессов, предприниматели, банки, рядовые граждане настроились таким образом, чтобы жить в этих условиях. То есть, то, что было раньше, это было раньше. То, что будет в будущем, мы не знаем. Вот сейчас, что есть, то есть. Соответственно, вот эти ожидания каких-то резких изменений в дальнейшем, они, я считаю, неоправданы. То есть, медленно и верно любой кризис свою точку минимума, скажем так, проходит и идет восстановление. Потому что участники экономического процесса вовремя затягивают свои полоса, перестраивают свою работу таким образом, чтобы не стоять на месте, а все-таки зарабатывать. Зарабатывать хотят все, потому что кушать хотят все, как говорится. Вопреки убеждениям в том, что летом на всех фронтах происходит затишье, лето прошлого года оказалось особенно жарким. События на Украине, споры о санкциях, запретах – все это подогревало фондовые и валютные рынки. Кстати, в том числе и за счет этого подросли тогда наши инвестиционные портфели. Ведь для того, чтобы заработать на рынке, важен даже не рост, а постоянное движение вверх и вниз, чтобы трейдеры могли зарабатывать и на покупке, и на продаже. Касательно фондового рынка, какие такие крупные изменения происходят? Я знаю, что они связаны с авиакомпаниями очень часто, часто с энергетическими компаниями. Здесь действительно в каких-то отдельных секторах что-то может происходить, но мы знаем, что наш российский фондовый рынок не столь широк. Присутствие имеется энергетических компаний, нефтяных прежде всего, а по другим отраслям присутствие относительно небольшое. Поэтому опыт последних лет говорит, что каких-то сезонных серьезных изменений мы не увидим. То есть инвестировать, исходя из каких-то новостных ожиданий, мы, как правило, не рекомендуем. Кстати говоря, и наши стратегии, о которых в каждой передаче рассказывает Максим, они прежде всего работают благодаря инструментам технического анализа. То есть мы не стремимся прислушиваться к каким-то вот этим, казалось бы, понятным, интуитивно простым вещам, но они себя не оправдывают в наших условиях. Хорошо это или плохо – вопрос риторический. То есть не нужно на этом зацикливаться. Рынок в любом случае дает возможность зарабатывать. Ну вот как мы знаем из прошедшего семинара об иностранных ценных бумагах, сейчас есть возможность торговать зарубежными ценными бумагами. Вот на американском, например, фондовом рынке есть такие сезонные изменения значительные? Он гораздо шире, естественно, чем российский. Конечно. Есть как по отраслям, так и по отдельно взятым компаниям. Вот трейдеры, которые увлечены инвестициями на западных площадках, на Америке, прежде всего, большую часть времени выделяют на то, чтобы не анализировать конкретные графики, а вообще среди многообразия компаний выискивать ту, которая может предоставить какую-то бизнес-идею, инвестиционную идею на данный момент времени. То есть уметь прокрыжить большой список и найти хотя бы раз в месяц какую-то бумагу с инвестиционной идеей – это уже большое дело. Многих этот процесс сам по себе увлекает даже больше, чем анализ графиков, например. Потому что человек смотрит на график, выясняет, что за компания, находит какую-то информацию о ней, чем она занимается, какие у нее ожидания. И если вдруг где-то появляется новость о том, что вот сейчас здесь что-то может произойти, инвестор входит в эту компанию. Ну, кстати, именно по этому принципу сделал свое состояние Уоррен Баффет. Он никогда не занимался активным спекулятивным таким вот оборотом, да, он именно искал то, что нужно, и, соответственно, находя, зарабатывал на этом. Я думаю, здесь нужно мыслить не на уровне просто заработать денег, да, а развить какую-то идею. Конечно. То есть вот ему нравится, и вот он вложился, он понимает, что это стоит того. Безусловно. Среди его удачных инвестиций, да, присутствуют там известные бренды вроде Макдональдса, но в то же время десятки компаний, о которых мы и не слышали никогда. Но он вовремя оценил перспективу, соответственно, и вошел в нужный момент времени. Я думаю, что и на нашем рынке появится достаточное количество таких инструментов, которые действительно будут интересны именно с точки зрения инвестиций, пусть не на долгие сроки, но хотя бы на среднесрочные перспективы. То есть и люди смогут зарабатывать, даже не разбираясь в техническом анализе, а просто лишь благодаря тому, что смогли вовремя оценить потенциал того или иного бизнеса. Вопрос теперь не о фондовом рынке, а больше о бытовых таких вещах, да, чтобы мы могли понимать, на что поднимутся цены летом или на что, наоборот, опустятся. То есть что будет выгодно купить или что нужно купить заранее. Говоря о покупках каких-то впрок, я всегда противник подобных действий. Всякий раз в последние годы, если такое и происходило, то было вызвано бумом слухов, скажем так, да. Слухи всякий раз порождали другие слухи. И вот эта вот волна накатывала, и люди начинали скупать там все вплоть, начиная от соли, заканчивая телевизорами минувшей зимой. Вот, это все глупости, то есть рынок, который у нас сегодня имеется, он все-таки открытый, свободный на сегодняшний день, и он способен сам себя регулировать. Очень часто цены на товары, валюту или ценные бумаги падают или поднимаются только из-за паники. Ведь когда огромное количество людей начинает что-то скупать, цены на это что-то достигают невиданных высот. Яркий пример – доллар и евро в декабре 2014 года, по 80 и по 100 рублей соответственно. Паника прошла, рынок спокойно отрегулировал себя сам, и теперь доллар стоит в районе 50 рублей. Вообще, для того, чтобы правильно реагировать на вот эти экономические даже катаклизмы, надо повышать собственную финансовую грамотность, для чего мы и делаем нашу программу в том числе. А также проводим семинары в нашем офисе, куда я всех приглашаю регулярно и рад это сделать в очередной раз. Вот, кстати, о них хотел поговорить. Летом будут какие-то изменения в расписании семинаров, то есть чтобы людям, кто в отпуске, кто уезжает куда-то на дачу, было удобнее? Опыт показывает, что летом интерес к обучению сохраняется, иногда даже вырастает. Как-то у людей появляется желание не сидеть дома, это и правильно. Вот, поэтому мы семинары будем продолжать, наши вторничные семинары обо всем, да, об инвестициях. В четверг мы говорим о том, как начать работу, то есть показываем, какие кнопки нажимать. Это экспресс-курс. Также мы проводим мероприятие, посвященное индивидуальным инвестиционным счетам, об этом не надо забывать. Новый продукт, спросом пользуется, популярность растет с каждым днем. Поэтому, соответственно, для тех, кто об этом еще не слышал, стоит об этом узнать. Государство готово вернуть 13% налогов с любых ваших инвестиций. Поэтому интересуйтесь, в интернете информация есть, можно прийти к нам на консультацию также. Я думаю, что лето как раз это время для инвестиций, то есть когда больше появляется свободного времени, когда есть время заняться, собственно, своим благосостоянием, его преумножением. И люди как раз-таки должны приходить на семинары, узнавать о стратегиях, о которых мы говорили в прошлой передаче. Да, конечно. Самое время. Спасибо большое. Смотрите личные финансы, инвестируйте грамотно и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»